Здравствуйте, с вами Ника Маркова и Экспертная среда, программа, которая в прямом эфире отвечает на ваши вопросы. Сегодня говорим о таком правонарушении, как управление автомобилем в нетрезвом виде. Какое наказание предусмотрено сегодня за управление в нетрезвом виде автомобилем? Можно ли избежать этого наказания, отказавшись от медицинского освидетельствования? В каких ситуациях полицейский может потребовать вас пройти тест на алкоголь? И что делать, если за рулем вашего автомобиля поймали нетрезвого водителя? Если у вас есть вопросы, звоните 236 95 37 на ваши вопросы в прямом эфире. Сегодня отвечает Роман Посыльный, старший прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры края. Роман Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Ника. Пока мы ждем еще звонков от наших зрителей, давайте начнем как раз с наказания за такое правонарушение, как управление автомобилем в нетрезвом виде. Смотрите, значит, ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде любым транспортным средством, она предусмотрена и административным законом, кодексом об административных правонарушениях, и уголовным кодексом. Соответственно, изначально, если ранее человек не привлекался по такой статье, то при выявлении сотрудникам полиции у него алкогольного опьянения при управлении транспортным средством, назначается наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления до двух лет. Вот. Дальше, если лицо, уже будучи привлеченным к такой административной ответственности, вновь садится за руль в нетрезвом виде и это фиксируется, за это наступает уже уголовная ответственность, которая максимальное наказание предусмотрено лишение свободы до двух лет, с лишением права управления автомобилем до трех лет. И там еще штраф будет больше, нет? Там может быть назначен штраф, но это несоразмерно, потому что, когда человек привлекался первый раз к ответственности, ему назначается просто административный штраф. Когда он привлекается к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, там административной ответственности ее уже не существует. Она предусмотрена только уголовным законом, да, там есть основное наказание в виде штрафа в этой статье от 200 до 300 тысяч рублей, но это альтернатива лишению свободы. Это не обязательно к лишению свободы, то есть можно не назначать штраф, а назначить лишение свободы. Ну, то есть они параллельно, два закона, которые существуют и могут быть применены к одному человеку как вместе, так и по отдельности? Административный закон параллельно с уголовным не может быть применен, да. То есть если второй раз инспектор ловит водителя пьяного за рулем, который уже ранее привлекался, производство по административному закону не ведется, он не привлекается к административной ответственности. Сразу передаются материалы в органы предварительного расследования и возбуждается уголовное дело. Но уголовное наказание в любом случае это даже еще более тяжелое наказание, чем даже самый крупный штраф, об этом не стоит забывать. Да, и еще, думаю, следует отметить, что сейчас в Государственной Думе рассматривается законопроект об усилении ответственности по уголовной статье. То есть сейчас ответственность за совершение преступления, она предусмотрена в тех случаях, когда лицо ранее либо привлекалось к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, либо ранее судимо уже за такое преступление, либо ранее лицо было судимо за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, которые повлекли тяжкий вред здоровью, то есть это тоже уголовная статья, либо смерть. Вот. Наказание сейчас единое за это, то есть неважно, что было раньше, за что раньше человек привлекался всегда, если он вновь пойман пьяным за рулем, у него максимальное наказание лишения свободы до двух лет с лишением права до трех лет. Сейчас рассматривается, вот, как я уже сказал, вопрос об усилении этой ответственности, внесен законопроект в Госдуму, где указано, что если лицо ранее привлекалось только к административной ответственности, то наказание остается таким, как оно есть сейчас. Лишение свободы до двух лет с лишением права до трех лет. Если лицо ранее судимо, уже по этой статье, либо вот по тем статьям, которые я обозначил, то предлагается усилить ответственность лишением свободы до трех лет с лишением права до шести лет. И, кроме того, в санкцию еще вводятся наказания ограничения свободы и справ работы, которые сейчас за это преступление не предусмотрены. То есть наказание будет еще более жестким для тех, кто повторно нарушает, повторно садится пьяным за руль, повторно попадается... И, скажем, будучи осужденным повторно, то есть имея судимость, повторно садится за руль. Вот для них еще больше предлагается усилить ответственность. Очень хочется надеяться, что такие меры остановят хотя бы какое-то число людей, и пьяных за рулем станет намного меньше. Пока, к сожалению, такие люди попадаются. Я напомню, говорим мы сегодня о нетрезвых водителях. Если у вас есть вопросы, звоните. 236-95-37. Также свои вопросы вы можете задавать в комментариях под трансляцией, которая идет в наших социальных сетях. Одноклассники его ВКонтакте. Также все ваши вопросы зачитаем. У нас вот такой есть вопрос. Ситуация такая. Дал Шурину попользоваться машиной, пока его в ремонте. Его поймали нетрезвым. Теперь меня хотят привлечь по статье 1208, часть 2, но я ему доверил машину, когда он был трезвый, даже подумать не мог, что случится такая ситуация. Теперь, получается, и я могу пострадать. Вот жду суда. Ну, следует сказать, что для того, чтобы привлечь человека за передачу управления транспортным средством лицу, который находится в состоянии опьянения, необходимо доказать, что это лицо, которое передало управление автомобилем, понимало, видело, осознавало, что тот водитель, который поедет за рулем, он находится в состоянии опьянения. Ну, то есть вот в данный момент он не был пьяным, он был трезвым. Когда передавалась машина. Да, человек дал ему ключи, сказал, ну, попользуйся месяц машиной, хорошо. Я полагаю, что исключена ответственность административная для собственника автомобиля в таком случае. То есть на суд ему действительно стоит явиться. Если ведется производство по административному правонарушению, он вызван в суд, то, конечно, желательно... Да, но, скорее всего, да, наказания ему не будет. Да, скорее всего. Ну, успокоили человека. 236-95-37, у нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло? Да, да, да. Здравствуйте, как вас зовут и какой вопрос вы хотели задать? Зовут меня Татьяна. Я хотела задать вопрос. Если по дороге водитель посадил пассажира, остановил ОГАИ, кому должен быть штраф дать? Или пассажиру, или водителю, который вот взял пассажира, или все вместе водителю и пассажиру. А кто из них был не трезв? Рядом сидел пассажир. А водитель трезвый был? Да, да, он не пьет вообще. Так, давайте разбираться в ситуации. Не совсем, правда, понятно, почему водителя пытаются привлечь к ответственности? Ну, действительно, очевидно, потому что, наверное, водителя остановил сотрудник полиции на дороге и из автомобиля, скажем, учуил, почувствовал запах алкоголя и стал проверять водителя. Но если водитель трезв и пройдет освидетельствование у сотрудника полиции... В данной ситуации не надо отказываться, если ты уверен, что ты трезвый, все, ничего не употреблял. Отказываться не нужно, да, отказываться не нужно, нужно выполнить законное требование сотрудника полиции пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. И, очевидно, если, ну, судя по вопросу, оно отсутствует, то не будет привлечен водитель никакой ответственности, как и пассажир, потому что, ну, не предусмотрена у нас ответственность для пассажиров, которые в алкогольном опьянении находятся в автомобиле. Если вот возникла такая ситуация, что протокол на водителя все же составили, но вот если ситуация такая, как описывает вот наша зрительница, как действовать дальше? Ника, ну... Куда-то пожаловаться надо? В такой ситуации, я так полагаю, протокол можно составить только в том случае, если водитель, даже будучи трезвым, откажется от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Тогда сотрудник полиции может оформить это как отказ от опьянения, отказ от прохождения освидетельствования. Но если уж это произошло, то это можно обжаловать либо в суд, либо прокурору, либо вышестоящему должностному лицу по отношению к тому, кто проводил такое свидетельствование. Пока вот ждем звонка, хотела еще вот такой вопрос осветить. На сегодняшний день допустимое содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе установлено 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Многие водители считают, что это, ну, такое некое разрешение немножечко себе позволить. Вот так ли это? Нет, это не так, безусловно, законом. Причем не только в той норме, о которой мы говорим, то есть запрет в административном законе, но и в правилах дорожного движения. И в иных нормативных актах установлено, что в любом случае после употребления алкоголя садиться за руль не следует. Это запрещено. А вот этот предел, который установлен 0,16, он установлен с учетом измерения погрешности приборов, которые устанавливают это опьянение. И, соответственно, пришли к выводу о том, что вот именно эта граница 0,16, она покажет, что в любом случае лицо находится в таком состоянии опьянения, которое исключает управление им транспортным средством. То есть это исключает такие погрешности и какие-то ошибки? Да. Да. А можно ли попасть под эту норму, употребив квас, употребив кефир? Ну, я так скажу, нужно слишком много употребить этих продуктов, чтобы у вас показал тот уровень содержания алкоголя, который превышает допустимый. Например, сколько кваса? Портались как-то высчитать? Ну, официальных исследований я на эту тему не находил, но думаю, что достаточное количество. Что человек, я думаю, просто в нормальном состоянии не сможет выпить такое количество, чтобы после кваса у него показал уровень выше допустимого. Да, хочется еще раз напомнить зрителям, что управление автомобилем в любом состоянии алкогольного опьянения, даже если вы чуть-чуть пригубили, ни в коем случае недопустимо. Напомню, номер нашего телефона 236-95-37. Звоните, задавайте ваши вопросы, а также вы за вопросы можете задавать в комментариях под трансляцией, которая идет в социальных сетях «Одноклассники» и во ВКонтакте. Пока еще вот такой вопрос. Подскажите, какой порядок действий, если пьяного поймали за рулем чужого автомобиля, что будет с транспортным средством? Значит, если этот водитель один в автомобиле, ну не важно, что он ему не принадлежит, больше никого рядом нет, то при установлении признаков опьянения водитель отстраняется от управления этим транспортным средством и применяется такая мера административного характера, как задержание транспортного средства. То есть, очевидно... То есть автомобиль отправляется на штрафстоянку? Да, автомобиль отправляется на штрафстоянку. Оттуда его вызволять будет собственник автомобиля, который, получается, пострадал-то, в общем-то, не по своей вине. Да, но это все возможно затем решить в гражданском порядке, на кого переложить эту ответственность. Единственное, что здесь можно еще, так скажем, посоветовать, не посоветовать, наверное, а разъяснить, что вот в этот момент, когда происходит вся эта процедура, то есть, ну, отстранение от управления, задержание транспортного средства, если водитель, ну, несмотря на то, что у него установлено алкогольное опьянение, и, очевидно, что он дальше ехать не может на этом автомобиле, и есть собственник, он может этого собственника вызвать. Позвонить, например. Позвонить ему и сказать, что вот такая ситуация, приезжай за своей машиной, забирай ее. Либо, чтобы избежать каких-то вот этих административных вопросов в части последующего вызволения этой машины со штрафстоянки, самостоятельно принять какие-то меры к доставлению этого автомобиля к собственнику, ну, эвакуаторам, например, или еще как-то. То есть, ситуация вот она именно таким образом. То есть, по большому счету, инспекторы не имеют права настаивать на том, чтобы машину отправить именно на штрафстоянку. Если водитель, даже которого задержали нетрезвым, например, говорит, я сейчас вызову эвакуатор, и уже инспекторы препятствовать не имеют права, это чужая собственность. В таком случае, да. Но здесь, конечно, нужно инспектору убедиться, что все-таки автомобиль будет доставлен к месту назначения, что его не увезут куда-то там, не собственнику, а, например, вообще там скроют или, не дай бог, украдут или еще что-то. То есть, в этом тоже нужно убедиться. Ну, и самое главное, да, что вот этот вот водитель, я так понимаю, после того, как он проходит медицинское освидетельствование, его же выпускают до суда? Да. И он может, собственно, опять пойти и сесть за руль этого автомобиля? Ну, если он будет находиться не в состоянии опьянения, то теоретически да, потому что он не считается лишенным прав. До суда? Да, лишенным прав он будет считаться только по решению суда. 236 95 37. Напомню, номер телефона прямого эфира. Вы можете позвонить прямо сейчас и задать свой вопрос. Сегодня обсуждаем нетрезвых водителей за рулем. Еще вот такой вопрос волнует. Можно ли отказаться от освидетельствования? Если да, то как тогда докажут, что я был нетрезвым? Интересный вопрос, потому что отказаться-то можно. Этому ничего не препятствует. Но закон наш устроен таким образом, что лицо, отказавшееся от прохождения свидетельства на состояние опьянения, подлежит также административной ответственности за это, как если бы оно находилось в состоянии опьянения. То есть, если ты отказываешься, ты автоматически признаешься нетрезвым? Вот смотрите, я вам объясню. В административном законе не признается лицо, находившееся в состоянии опьянения. Потому что в административном законе две нормы. Ответственность предусмотрена за управление в состоянии опьянения автомобилем. И другой нормой за отказ от прохождения от освидетельствования. Из этого не следует, что лицо признается в алкогольном опьянении. Просто он отказался. В уголовном законе не так. В уголовном законе, прямо в примечании, это в законе прописано, что лицо признается находящимся в состоянии опьянения, если оно находится в состоянии опьянения, что установлено, либо если оно отказалось. Подождите, тогда получается, что если вот впервые водитель задержан в таком состоянии и он отказывается, то наказать его будет очень сложно действительно. Действительно. Потому что к тем, кого поймали первый раз, к ним же действует административный закон, я правильно понимаю? Да, правильно. И тогда, получается, их уже не будет считаться человеком нетрезвым, если он отказался. А вы имеете в виду, что это не повлечет дальнейшее привлечение к уголовной ответственности, если он отказался первый раз? Нет, я имею в виду, что это повлечет лишение его водительских прав и штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде. То есть, каким-то образом, просто есть такие юристы, так скажем, ушлые, которые говорят, отказывайтесь от прохождения свидетельствования, вас прав не лишат. Можно ли таким образом избежать наказания? Нет, это неправильно, потому что фактически наказание за управление автомобилем в опьянении и за отказ, оно аналогичное. А, вот так, да? Да, в административном законе, а в уголовном законе нет смысла об этом говорить, потому что он признается находившимся в состоянии опьянения. 236-95-37, это номер телефона прямого эфира. Сегодня говорим об управлении автомобилем в нетрезвом виде. Если у вас есть вопросы, звоните, а мы вернемся в студию ровно через минуту. 30 апреля. Платиномарена. Звери. Вы тратите 15 лет на покупку квартиры. А что, если квартиру можно купить без ипотеки? КПК-совет знает, как это сделать. Позвоните нам по телефону горячей линии и узнайте, как купить собственную квартиру всего за три года. С КПК-совет можно купить квартиру без ипотеки. 13 мая юбилейный концерт ансамбля «Вольница». Только лучшие номера, народные и казачьи песни, хиты советской эстрады и многое другое. Подробности на кроссфил.ру. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Я вообще-то смотрела! Ну, и кто здесь свинья? Уи! HD! Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! С 27 апреля по 1 мая. Дворец спорта имени Ивана Ерыгина. При поддержке правительства Красноярского края. Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Весенний кубок». 236 95 37 – это номер телефона прямого эфира. Звоните прямо сейчас. Мы сегодня обсуждаем вопросы наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Вот такой вопрос у нас пришел. В России существуют пожизненные лишения прав? Нет. У нас нет такого вида наказания. Лишение прав всегда избирается на определенный срок. И когда этот срок заканчивается, если нет других нарушений, то есть он не продлялся какими-то другими судебными решениями, то водительские права возвращают. Возвращают, кстати, экзамен. Нужно снова сдавать? Да, там нужно сдавать экзамен. И при необходимости проходить медицинское свидетельство, то есть определенная процедура. Не просто так, что человек приходит и говорит… Два года прошло, давайте два назад. Да, так не будет. Нет-нет, там нужно пройти определенные процедуры. Еще вот такой вопрос нам пришел. Больше всего вот такой вопрос волнует. У меня есть сосед, он уже лишен прав за пьянку и все равно ездит. Более того, снова позволяет себе сесть за руль нетрезвым. Видели его не раз, чуть живой приезжал. Что делать в такой ситуации? Таких людей много, пока их случайно не поймают или не врежутся в кого-то. Наказания никакого. А страдают потом невинные люди. Ну, в общем, сложно не согласиться с таким возмущением, можно сказать, от зрителя. Действительно, если вы знаете, что кто-то сел за руль в нетрезвом виде, что можно с этим сделать? Можно обратиться в органы полиции по телефону 02 и сообщить, что вот вами обнаружена такая ситуация, что вы видели сейчас, вот в данный прямо момент, если человек в алкогольном пьяне сел за руль и поехал, назвать марку этого модель в номер транспортного средства, где примерно это происходит, чтобы сотрудники полиции своевременно отреагировали на такие... Задержали его. А если вот как вот женщина пишет, сосед, он приезжает домой, она видит, как он уже выходит из-за руля, то есть он потом идет домой, а он уже никуда не едет. В такой ситуации сложно будет привлечь соседа, потому что это необходимо будет подтверждать доказательствами, раз. И во-вторых, нужно будет устанавливать, если уже он не за рулем, а, например, дома, нужно будет доказывать, что в момент управления он находился в алкогольном опьянении. То есть это будет уже проблематично? Да, это не такое простое будет производство, не такая простая ситуация. У нас есть телефонный звонок 236-95-37. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Смотрите, вот хотелось задать вопрос. У меня есть племянник, его поймали пьяным за рулем. Он прошел освидетельствование, его отпустили, но вот прошло уже три месяца, и он не дождался никакой ни повестки в суд, ничего. И теперь ходит радостно и говорит, что вроде как назвал не тот адрес, и ему просто ничего не будет. Он, ну, как вот проверить, есть ли какие-то базы в открытом доступе, где можно посмотреть как-то заочно, лишили его прав или не лишили, или штраф ему выписали. Молодой просто ничего не понимает и думает, что самый умный. Да, очень жаль, когда водители начинают свою водительскую карьеру с таких подвигов. Ну, здесь нужно сказать о том, что если произошла такая ситуация, и уже установлен факт того, что он был пьяным за рулем, то, очевидно, все-таки производство по такому материалу, оно ведется. И, наверное, необходимо предположить, что судебное заседание все-таки состоялось на эту тему. Просто действительно, если был указан не тот адрес, он был, ну, извещался не по тому адресу. Но счастья тут мало в такой ситуации, потому что, вероятнее всего, судебное решение вынесено о лишении прав. Узнать об этом можно, обратившись в органы ГИБДД, что с этим материалом дальше произошло. Значит, либо обратиться в мировой суд, к мировым судям, вот по месту, где его остановили, либо по... То есть из архива дела поднимут? Да. Узнать, велось ли вообще в отношении него производство, вынесено ли какое-то решение. Нет, оно однозначно велось. Мы же взрослые люди. Да. Единственное здесь, что нужно сказать, что даже если права-то у него остались, потому что, ну, решения суда их не могут изъять. На руках, видимо, да. Да, они на руках. Есть такой момент, что судебное решение, оно, если вступило в силу, ну, здесь оно, очевидно, в силу вступило, либо вступит, раз он его не обжаловал и не предпринимает никаких мер к этому, значит, по закону в течение трех дней с момента вступления этого решения в силу, что водитель обязан сдать эти права. А что будет, если он этого не сделает? Вот я в продолжении этого и говорю, что когда водитель права не сдает, ну, соответственно, судебным решениям назначил какой-то срок, например, два года лишения прав, да. Если водитель эти права не сдал, то течение этого срока прерывается. И поэтому, если он ходит веселый и думает, что ему ничего не будет, то здесь усугубляется ситуация тем, что то наказание, которое назначено судом, у него еще и срок-то не начал течь, потому что он права не сдал. Ему нужно, ну, во-первых, разобраться в этой ситуации, узнать, какое судебное решение вынесено, какому наказанию, если оно, если он, значит... Кроме лишения прав, я так понимаю, что ему же должны были штраф какой-то назначить сейчас, и по всей видимости, просто судебные приставы до него еще не добрались. Да, возможно, и такая ситуация, что в скором времени, значит, это может произойти. Придет, да, радостное известие с блокировкой счетов. Да, но в такой ситуации, назвав не тот адрес, либо, ну, по разным обстоятельствам, можно не попасть в суд, да, там, я не знаю, не получить эту повестку или еще что-то, радоваться, что у тебя права на руках и ничего не происходит, это неправильно. Ну, молодость бывает глупа. 236-95-37, еще один телефонный звонок, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут и какой вопрос вы хотели задать? Меня зовут Николай Алексей, у меня вот вопрос такой. Я вот, в общем, управлял транспортным средством, нетрезвый, на трассе Кодинск-Канск, вот. И, в общем, задавил лесу, вот, и хотел бы вот узнать, есть какие-то там права, может, какие-то я там нарушил, может, чтобы это, не знаю, там, защита животных или, там, защита зоопарка, какие-то вот. Вот, мне кажется, Алексей не совсем понимает тяжесть совершенного преступления. Проступка, надо сказать, это не преступление еще пока. Ну, а, ну, то есть, если человек не осужден, то это еще не преступление? Да, да. Ну, в любом случае, управлял нетрезвым автомобилем? Ну, я так понимаю, что это установлено сейчас только с его слов, поэтому особых мер, наверное, принять сейчас мы уже не можем по этому факту. Ну, а по поводу того, что он задавил лесу, возможно, ему стоит обратиться в органы по, значит... То есть, если какая-то, может быть, фото-видеофиксация была, возможно, сейчас по нему тоже идет какое-то дело? Возможно, возможно, да. Какое вполне может быть? Ну, может быть, да, если это было как-то зафиксировано. И в этом содержатся признаки какого-то правонарушения, по которому должно вестись производство тогда, да, возможно, и есть что-то. Потому что здесь лесу, конечно, жалко, но могли быть последствия намного более тяжелыми. Нужно понимать, что пьяность за рулем – это всегда преступник. Ну, не совсем это правильно, в юридических терминах. В юридических терминах может быть и не так, но в житейских оно именно так и есть. Еще один вот такой вопрос. Правда, что за какие-то нарушения при оформлении протокола можно признать само оформление недействительным, даже если освидетельствование говорит о том, что водитель действительно был нетрезв? То есть это вот говорит о том, что когда протокол оформляли, процедуру где-то не соблюли, и можно ли к вот таким моментам взывать, чтобы вернуть себе назад свои права, даже если ты действительно был нетрезвым? Можно, если эти нарушения будут настолько существенны. То есть суд признает такие нарушения в этом протоколе настолько, так скажем, несовместимыми с законностью производства по делу, что признает недопустимым такой протокол. Здесь, кстати, еще можно сказать о том, что когда сотрудник полиции останавливает водителя и устанавливает у него состояние опьянения, предлагает ему пройти медицинское свидетельствование, то есть уже поехать к врачам, чтобы там оформили это все и измерили соответствующими приборами дополнительно. Здесь есть такой нюанс, что если нарушение процедуры может быть в том, когда сотрудник полиции при подозрении на совершение опьянения не предлагает лицу пройти освидетельствование на месте. То есть в житейском понимании дыхнуть в трубочку. Не предлагает, а, например, сразу остановил автомобиль, видит, что человек там, ну, запах алкоголя изо рта, и говорит сразу на свидетельствование, на медицинское нужно ехать. Вот при таком обстоятельстве медицинское свидетельствование не будет иметь силы, потому что необходимо сначала предложить не пройти, а сотрудник полиции обязан предложить на месте пройти освидетельствование. А потом уже медицинское. А потом уже при установлении, при определенных обстоятельствах, их всего три в законе, значит, если лицо отказывается, а сотрудник полиции понимает, что нужно освидетельствовать, если лицо не согласно с тем, что показал прибор у сотрудников полиции, ну, например, показы превышения, а водитель говорит, нет, я не пьяный, я трезвый. Это второе. И третье, если прибор полицейский, который меряют на месте, показывает, что опьянения нет, но признаки есть того, что все-таки есть опьянение. У нас есть еще один телефонный звонок, и совсем немного времени остается. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Владимир. Очень приятно, и вопрос ваш. У меня вопрос такой небольшой. Вот попался, допустим, человек в нетрезвом состоянии, срок вот этот судебный вышел, ну, там сколько, один или два, около двух лет, да, и вот если сейчас вот срок вышел, права, как бы, там, пересдача идет, а если вот человек попался за рулем опять, но трезвый, какое наказание будет? То есть трезвый, но без прав. А срок еще не вышел, вот-вот выйдет, но еще не вышел. Ну, да, лицо в таком случае считается по административному закону, лишенным права управления транспортным средством, и за это предусмотрена административная ответственность. Угу. То есть, получается, его еще раз лишат прав? Не всегда. Или штраф? Штраф. Здесь будет штраф. А права человек вовремя свои заберет? Если его все-таки не лишат прав, то это вероятностное обстоятельство, то да, заберет. И еще очень коротко вот такой вопрос. Если нетрезвый водитель скрылся с места ДТП, это является отягачающим обстоятельством? Вот смотрите, этот вопрос... Только вот прям очень коротко. Я расскажу, да, этот вопрос рассматривался в Конституционном суде, потому что возник вопрос в правоприменительном практике о том, что когда лицо совершило ДТП, допустим, с тяжкими последствиями, и осталось на месте преступления, и у него установлено состояние опьянения, то это предусмотрено более тяжкой нормой закона, если бы он был трезвый, да, например. А если лицо скрылось при таких обстоятельствах, возможность установить алкогольное опьянение, соответственно, утрачивается у правоприменителя, то есть, ну, у стороны обвинения, да, так скажем. И это лицо ставится в неравное положение с тем, кто остался, но он в алкогольном опьянении. Поэтому внесены изменения в закон, и сейчас эти два признака, они наравне находятся, то есть за тяжкий вред либо смерть при ДТП... Неважно, скрылся или не скрылся. Да, если скрылся, как бы приравнивается. Приравнивается. Не считается находясь в этом опьянении, но приравнивается. Всё, у нас время, к сожалению, вышло, осталось только попрощаться. Спасибо, что пришли. И вам спасибо, Ника. И спасибо нашим зрителям, что были с нами. Не садитесь нетрезвыми за руль. Это совершенно не нужно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова